Ребята, всем огромный привет! Меня зовут Евгений Воронцов. Добро пожаловать на третью неделю нашего эксперимента. Продолжаем экономить деньги, продолжаем оттачивать свою фигуру на 14 тысяч рублей. Прошла еще одна семидневка. Деньги у нас практически уже все закончились, поэтому сегодня мы никуда не поедем, а просто пообщаемся с нашими участниками. Привет! Привет! Как у тебя настроение? Прекрасно. Все замечательно вообще. То есть ты оптимист никогда поднимаешь? Да, конечно, зачем? Жизнь так грустная. Когда вот тебе грустно, ты что обычно начинаешь делать? Есть. Ну, настроение на самом деле не особо прекрасное, потому что осталось, денег нет у меня, да, осталось немножко продуктов у меня чуть-чуть в холодильнике, то есть мы доживем с ребенком оставшиеся дни по проекту, и немножечко литра бензина осталось у меня в автомобиле, ну, где-то 7-8 вот так, то есть я доезжу. Ипотека, квартира, две машины, жена, кот, все сразу, денег нет. Сколько осталось? Уже в минусе давно. Уже в минусе, то есть ты уже занимаешь деньги, да? Да. Сколько, если не секрет? Я не знаю, на тысячу разбился дальше, не считаю. Как говорится, долгов не помнишь, их нет, значит. Как ты считаешь, сколько человеку необходимы денег для того, чтобы комфортно жить в нашем городе? Да, комфортно. Ну, не знаю, мне тысячи сто бы хватило. Вообще люди разные, конечно, мне, может быть, даже хватило тысяч семьдесят. Ну, или хотя бы Ксюшу, которая зарабатывает сто тысяч. Попробую собрать образ человека, которому будет достаточно 14 тысяч, ну, минимальный размер оплаты труда, для того, чтобы комфортно себя чувствовать. Месяца. Месяца. Должен ездить на велосипеде, который прямо вот спускает уже такой деревенский, древний. Естественно. Кушать подножный корм, наверное. Ну, или быть сильным, отбирать, хотя на такие деньги быть сильно тяжело. Жить тоже рядом с работой. Или жить на работе. Каким-то охранником, дворником, наверное. Ну, вот мы сейчас с Алексеем еще деле обсуждали. Мы решили, что, наверное, человек должен жить около работы. Не знаю, носить какую-то одежду, наверное, которая не снашивается. Не знаю, на работе, наверное, и должны выдавать эту одежду, спецодежду, да. Соответственно, у него там должен быть какой-то аскетичный образ жизни. Он ходит только на работу, да, и с работы домой. Ну, яблоки, не знаю, он в садах диких собирает. Все. А в парке еще он может гулять, да. То есть это человек, который зарабатывает деньги для того, чтобы ездить на работу. И снова зарабатывает деньги. Он ходит пешком, он рядом с работой живет. Понятно. Сколько кэша на данный момент у тебя осталось? Ну, рубли 100. Как думаешь, какие ты предпримешь действия и придумаешь стратегии на ближайшие 7 дней для того, чтобы этих 100 рублей тебе хватило? Ну, стратегия такая. Дочь у бабушки. Соответственно, денег дополнительных тратить мне на что не надо. И те продукты, которые остались от предыдущей закупки, да, мне вполне хватит их на неделю. Я сказала уже где-то около 8 литров бензина у меня есть. Соответственно, дом, работа. Все прекрасно. До клиентов, если нужно, пешком дойду. Вот такой получилась очередная неделя нашего эксперимента. Дорогие друзья, встречаемся ровно через 7 дней в очередную пятницу для того, чтобы вновь пообщаться с нашими участниками. И выяснить, смогли ли они прожить без дополнительных средств. А также мы пройдем, вновь пройдем медицинское обследование в центре семья. До следующей встречи. Всем пока. Берегите свое здоровье. По объективным и очень уважительным причинам Сергей Михайлович сегодня не смог присоединиться к нашему диалогу, дорогие друзья. Но ровно через одну неделю мы обязательно его встретим для того, чтобы пообщаться и выяснить, как он прожил эти 7 дней. Продолжение следует...